Внимание! В этом тьюториале будет очень много слов и очепяток, поэтому если ты не готов, то даже не пробуй. Ну что ж, давайте начнем. Я рассчитываю, что вы все-таки разобрались и сумели импортировать Dota 2 в Source Filmmaker, поэтому сразу начнем с запуска. Мы видим данное окошко, запускаем в Source Filmmaker. Вот он у нас запускается. Через несколько секунд, вот сейчас мы видим главное окошко выбора сессии. Давайте назовем сессию Test. Видим директорию, куда сохранится наша сессия. Количество кадров в секунду, давайте поставим 29.97 по стандарту и создадим собственно саму сессию Create. Большими красными буквами у нас написано, что не загружена карта. Ну что ж, давайте загрузим. File, Load Map. Ну и к примеру загрузим тестовую карту. Stage. Stage. Да. Нажмем Open. Давайте сначала кратенько пробежимся по интерфейсу. Данная часть интерфейса это рабочая область, где собственно будут ваши модели, партикли, светы, камеры и так далее. Это все процедуры, которые вы можете делать. Это уже ближе к анимации, пока нам это не нужно. Данные окошки, где мы собственно видим само действие, обычных два, потому что это очень удобно при анимации. Здесь мы оперируем вместе с камерами, то есть создаем камеры, удаляем камеры, назначаем рабочие и также их настройки. Это контроллеры, с помощью которых мы можем управлять моделями, их мы рассмотрим чуть позже. Чуть позже я расскажу вам о них. Значит, это собственно три вида таймлайнов. Первый это Clip Editor, где мы можем резать сам клип, собственно делать сам монтаж. Вторая это Motion Editor, где мы будем большую часть времени делать позы, делать анимацию, какие-то корректировки в анимации, собственно импорт моделей. Также двигать только здесь их можно, в Clip Editor этого делать нельзя. Тут уже будем работать с самой готовой анимацией. Третий Editor это Graph Editor, тоже он существует для анимации, в нем как бы есть приверженцы этого Graph Editor, который очень любит анимировать в нем. Да, в некоторых частях очень легко анимировать, но мы будем использовать их оба. Но о нем чуть позже, пока он нам сейчас не пригодится. Давайте переметнемся в Motion Editor, для удобства, и создадим свою первую модель. Правая кнопка на рабочей области, Create Animation Set for New Model. Здесь мы видим папочки, фильтры модов и, собственно, сами модели. Давайте отфильтруем по слову «Луна», отфильтровано, и откроем эту модель. Open. Так, у нас почему-то открылась камера 1 в обоих частях, изменим камера 1 с левой части на Work Camera. Отодвинем с помощью кнопок VZD, зажав левую кнопку мыши, и также подвинем рабочую камеру 1, так, чтобы нам было удобно. Посмотрим. Теперь нам нужно, собственно, поставить на Землю Луну. Давайте выделим Луну. Нажмем на этот контроллер. Подвинем чуть вверх. И поближе к камере. Все у нас готово. Собственно, не было бы никаких проблем, если бы все модели были бы собраны. Ну что ж, давайте с собиранием моделей разберемся чуть позже. А пока сделаем первую свою анимацию. Правую кнопку на модели Луны. Импорт. Sequence. И здесь мы можем, собственно, выбирать анимации, стандартные анимации Dota, которые присутствуют. Посоединены к этой модели. Это базовая атака. Альтернативная атака. Мы можем здесь выбирать. Можете сами потом посмотреть, поэкспериментировать. Сжимаем Open. У нас появились здесь линии. Собственно, это координаты. Координаты костей в пространстве. Но не стоит углубляться в это. Давайте просто нажмем пробел, чтобы проигралась анимация. Вот что мы видим. Все. Наша анимация готова. Все было бы так хорошо, если бы модели были все такие собранные. Давайте удалим эту модель. Ну и, предположим, создадим модель антимага. Антимаг. Давайте опустимся чуть ниже в папочках. И нажмем на папочку Heroes. Теперь у нас только части героя. Стандартные части героя. Что ж. Антимаг. Открываем. Видимо, это небольшой баг. А когда-нибудь антимаг исполнится за пределами карты. Собственно, у нас вот за стенкой. Его кости видно, а самого его не видно. Ну что ж, давайте подвинем его. Давайте подвинем. Все. Отлично. Но проблема в том, что у антимага... Какой антимаг без оружия, без жилетки и без охренительной прически? Хм. Ну что ж. Давайте, собственно, антеним антимага и дадим ему в руки оружие. Здесь мы можем ниже видеть через нижний слэш части. Части его одежды. Это те модельки, которые... Стандартные идут к антимагу. Зная английский, вы можете легко понять, к чему они относятся. Оружие слева-справа. Божественная прическа. Жилетка. Некое подобие пояса. И наручники. Давайте наденем его в жилетку. Собственно, также выдвинем жилетку из-за стены. И поставим ее рядом для наглядности. Так. Что мы сделаем дальше? Мы откроем два плюсика у обоих моделей. Откроем группы body на одной и другой модели. Что нам нужно сделать дальше? Заметьте, что я это сделаю именно во втором эдитере Motion Editor. Зажимаем root и перетаскиваем ее на root жилетки. Это те кости, которые мы перетаскиваем с главной модели на другую. Head. Head 0. Head 1. Head 1. Spine 0. Spine 1. Выделяем первую кость. Зажимаем shift и выделяем последнюю. И теперь нам необходимо передвинуть ползунок zero. Он находится в части процедур. Слева направо. Да, мы присоединили. Мы молодцы. Поздравляю. Теперь осталось то же самое сделать с плюсиком arms. Так. Biceps. Угу. Все. Зажимаем shift. Выделяем все. Zero. Вроде все. Мы одели. Мы молодцы. Делаем ему анимацию. Любую анимацию выбираем. Смотреть, работает ли модель правильно. Да. Все правильно. Он одет и отлично машет руками. Ctrl Z для отмены. А что будет, если мы не будем, собственно, эти замочки ставить? Давайте проверим. Убираем все замочки именно с группы Body. Делаем анимацию. Что мы видим? Жилетка осталась на месте. Она не повторяет тех движений, которые делает Antimag. Но мы не отсоединили именно группу Arms. А она на месте. Ctrl Z для отмены. Так необходимо повторить для всех моделей. Это огромная боль в заднице, честно говоря. Спавнить все модели. Отодвигать, придвигать, присоединять. Очень геморройно. Один хороший товарищ Ревзин создал свой скрипт для автоматического спора моделей. Давайте его применим. Я в описании укажу, где достать, собственно, этот скрипт. Вы его установите. И тогда уже можно будет применять. Он у меня уже по умолчанию установлен. Правая кнопка на модели Antimage. Ring. Ревзин. Assemble. Автолоуд. Все. Мы собрали. И не надо заморачиваться. Собственно, если этот есть скрипт. Зачем я рассказывал такую длинную муторную историю о том, как присоединять дурную жилетку к дурному Antimago? Дело в том, что очень много итемов в доте. И не всегда этот скрипт справляется со всеми остальными дополнительными моделями. С дополнительными жилетками, прическами, шлемами для кастомными, которые продаются, собственно, в самом шопе. Поэтому вы можете любую шоповскую модель, которую вы можете найти в директории. Как бы вам не ошибиться. Итемс. Если я не ошибаюсь, итемс. Она рядом с хэрус. И вот мы видим разные-разные модельки. То есть, все то, что дополнительное сейчас продается в шопе. Закрываем. Если хотите, вы можете прикреплять к нему любую анимацию. Делать постеры. Это можно сделать так. Файл. Экспорт. Либо муви. Если вы хотите сделать видео о настройках, мы поговорим чуть позже в других выпусках. Постер. Если вы хотите, собственно, сделать постер и имидж. Что, собственно, то же самое. Постер, имидж почти ничем не отличаются. Можете сохранить проект. Save as. Собственно, в формате, если не ошибаюсь, dmx.test.dmx. И снова открыть его в Source Filmmaker. Вот это пока что все, что вам нужно знать. В следующем титориале я вам расскажу все подробнее, как сделать определенную позу. И, может быть, чуть-чуть мы поговорим о способе анимации Post-to-Pose Animation. Что ж, всем удачи, подписывайтесь на наш канал, у нас будет очень много интересного впереди. Оставляйте свои комментарии, какой-то фидбэк, может быть, что-то, что нам поможет в будущем. Всего доброго и удачи!